Привет, друзья! Я решила записать для вас обзор выставки Handmade Expo, которая сейчас с 23 по 26 сентября проходит в Международном выставочном центре в Киеве на Броварском проспекте 15. Очень радует, что выставка открылась, что она состоялась, несмотря на все ситуации в мире. И видно, что людям важно и ценно общение вживую. Здесь есть как раз возможность поговорить с поставщиками, приобрести товары непосредственно от производителей без торговых наценок. И я сделаю небольшую экскурсию вам по выставке, для тех, кто не может посетить выставку. Итак, здесь у нас батик, ткани, проходы между стентами очень большие, то есть абсолютно свободно можно перемещаться. Вы видите, что на входе все в масках, идет замер температуры, так что можно не волноваться. Вот, можно. Идем, смотрим вместе. Так. Швейное дело, информационные партнеры выставки. Так. Магазин для хобби, инструментарий. Я так вот пробегусь. Репортаж будет быстрым, но я постараюсь вам показать основных участников. Так. Что у нас здесь? Ага, вот видите, бренды представлены и инструменты, нитки, пряжа. Рисовая лента, шнуры. Это промышленные производители. Рядом же, вы видите, я делала отдельный репортаж. Это экспозиция старинной вышивки. Вы можете прийти полюбоваться на эти рукотворные шедевры. Так. А здесь распродажа наборов от новой Слободы. Так. Нет, у них тут наборы для творчества, изготовления кукол, вышивка, расходные материалы. Так. Идем, смотрим дальше. Наборы для шитья. Так. Так. Волшебная страна. Наборы для вышивки бисером на деревянной основе, на фанерной. Давайте посмотрим вместе, что интересно. Вот здесь представлена уже есть новогодняя тематика. Ёлочки. Знаете, какие красивые подвески в одеялочных мероприятиях. Так. Это пасхальная тематика. Вот основы. В подельнице, как всегда, выбирают для себя понравившиеся. Материалы. Так. Идем дальше. Смотрим. Лукас. Это вышивка. Посмотрите, какие красивые образцы работы. И вы можете приобрести наборы по этим образцам. Покажу вам. Вышивка. Пейзажи. Матер-морты. Лукеты. И вот еще очень красивые пионы. Итак, это компания Лукас. А это набор для изготовления игрушки. Правильно я понимаю? А что это у вас тут стоит? Это ваш талисман. У вас есть наборы по струбам. А, все, я поняла. То есть это талисман, который вот можно вышить. Угу. Так, видим. Пяльца. Нитки гамма. Идем дальше. Так, здесь у нас ножнички. Вот такие вот наборы для вышивки. Анкор. У меня вот миниатюрная вышивка. Поехали дальше. Смотрим. Так. Дименсионс. Это еще один бренд наборов для вышивки. Новогодние уже есть наборчики. Вот такие вот. А здесь иголочки. Специальные нитки. Посмотрите, какие. Есть даже сувенирные. Это бижутерия. Магнитные. Наперстки. Кожаный наперсток. Серифоновый. Пластиковый. Какой хочешь. Так. Сантиметры очень симпатичные. Девочки, любим все красивенькое. Так. Ну и еще раз я хочу вас провести. Показать, какое количество всевозможных ножниц я увидела. А вот тоже интересные наборы в детской тематике. И итальянские ножницы. Смотрите, разные цены. Видите, да? Видите, да? 260 гривен. 280. 390. Постал. Точилка для ножниц. Подешевле. 640 гривен за ножнички. Ну, есть на любой. Так. Идем дальше. Вот еще один стенд компании, которая представляет товары для рукоделия. В частности, для вышивки мукиной рукоделки. Смотрим. Бренд Мережка. Это наборы для вышивки. Смотрите, уже готовые. Не, я просто думала, что... Ну, скажи, еще возьму. Ну, брат, еще... Три. 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 Часть. Сейчас, секунду. И вот этот, да? Я буду подумывать. Ну, ножницы не выходя вово. Я пробовала ножницы. Работает. Не может даже это вплоть. Я вижу. Ты будешь делать. Лекция золотая вышивка, вот новогодняя математика, мишки, воники, смотрим. Я не хочу, я не буду, я хочу просто посчитать. Так, это стенд Муркиной рукоделки. И продолжаем осмотр экспозиции. Это зормилка, немного наборов для изготовления украшений и готовая продукция здесь представлена. А вот здесь вот керамические бусы, стразы, смотрите, шнуры и расходные материалы. Так, не будем останавливаться. Можете просто зайти на сайт компании и посмотреть. Так, вот меня диамонтовые ручки еще заинтересовали. Посмотрите, у них есть наборы для алмазной мозаики, картины с стразами. Вот наборчики. Все переливается, блестит на любителя. Есть мастерицы, которым нравится в этом стиле работать. Так, а здесь вот расходники. Фетр всех видов. Основы пенопластовые для вышивки, для валяния. Вот вырубка фетровая. Идем дальше. Это большой стенд дарт-молдинг, багеты, багетная мастерская. И мы подходим к стенду компании ВДВ. Здесь представлена пряжа для вязания, крючки-спицы, наборы для вышивки бисером. Так, смотрим. Это готовые образцы. И, конечно же, по образцам вы можете увидеть и приобрести себе схемы, наборы. Вот еще пяльца. Смотрите, здесь не только круглые, есть и такие вот интересных форм различных. Так, и мы идем дальше. Стенд декупажинка. Здесь краски, деревянные заготовки, декупажные карты, трафареты. Так, рукодельные ветрябеньки. Это краски у вас, да? Тканина для вышивки. Ага, тканина для вышивки. Она не линяет? Нет. Отлично. Спасибо. Так, смотрим дальше. Ага, ткани, фурнитура. Ниточки, тканюшечки, трикотаж в основном. Вот стенд компании власти художника. Тут представлены тренды, краски, материалы для декора поверхностей. Снова Clever Production Group. Это снова багеты. Смотрим дальше. И мы подходим к арт-композиту. Это стенд, который представляет краски. Краски, которые, благодаря которым можно создавать вот такие вот растекающиеся акриловые красивые картины. Вот. И мы с вами можем даже сейчас посмотреть, как происходит процесс изготовления такой картины. Вот, подливается какая-то краска. Ага. И она растекается. Вот, видите. Красиво. 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 Так что все желающие могут успеть за время работы выставки. Посмотреть, поучаствовать в таких мастер-классах на стенде компании. Так. Здесь у нас текстильная одежда. Это какой-то украинский бренд. Так. Украшения. Украшения из бисера. Мы уже потихоньку переходим в зону, где представлены работы мастеров. Этника вышитая. Вышиванка. Украшения. Посмотрите. Такая красота. Это по коже вышитая, девочки? Да. На коже. Да. Это вышивка на коже. Посмотрите. Очень красиво. Интересно. Кто любит такой стиль. Довольно оригинальный. Здесь изделие. Так. Ну и традиционно. Бошеванки. Так. Принтованные экоторбочки. Так. А здесь у нас валяние. Фетр. Роспись на обуви. Посмотрите. Какая интересная. Угу. А вам можно принести свои, свою обувь и раз выставить? На заказ делаете, да? Можно вам позвонить. Хорошо. Посмотрите. Роспись кожи. Знаете, какой шикарный рюкзак с троликом. Я постараюсь его сейчас увеличить. Посмотрите. Шикарные вещи. Очень интересные. Да. А вот эти туфельки. Красно-зеленые. Сумка с гранатами. Скажите, пожалуйста, в какую цену примерно хотя бы роспись одной пары обуви будет стоить? Скажите, от сложности, меньше тысячи точно не будет. Ну, от тысячи и выше. Угу. Да, да. Ух ты, какие. Посмотрите на эту красоту. Это все ручная работа. Краски не смываются. Качество гарантируется. Спасибо большое. Так. А вот, смотрите, светильники и такие декоративные цветы большие, ростовые. Угу. 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 Снова вышивка. Вышиванки. Угу. Угу. Тонья. Так. Эта кожа. Можно купить себе кусочки кожи, а можно купить сумки, рюкзаки ручной работы из натуральной кожи. Так, смотрим. Вот чудесный стенд Ирин Рейни. Это бренд валяных шапок. Ну, не только шапки, но шапки, посмотрите, они все необычные. Все в виде образов каких-то загадочных и не всегда загадочных животных. Смешные, забавные. Есть куртки, рюкзаки. Средина эту сову. Просто великолепная. И такой рюкзак. Какую цену такой рюкзак? Сова такая, сколько стоит? Она идет, я вижу. Да, я хотела спросить, сколько стоит. Скажите, в какую цену рюкзачок вот этот сова? Рюкзачок 3,5. 3,5, да? А тот, что выше? Тот 5. Тот 5, да? Ну, сейчас я... Вот, смотрите. Хозяйка стенда с твоим рюкзаком. Еще и в шапке своей. А можете парочку других на себя примерить, чтобы показать? Мне вот этот малиновый шлем. Ух ты! Вау! А ну-ка! Бомба просто! Очень круто! Так, меряем малиновый шлем. Как давно вы занимаетесь валянием? Лет 5. Лет 5. А вот эти идеи, фантазия, откуда она рождается? Это у тебя в голове. Ага, хорошо. Еще кого-нибудь прикольного-прикольного. А вот эту гадюку, смеюку, хобрута. О-о-о! Не-не, это тоже прикольно. А, шапки, очки мешают. Так, сейчас меряем. Класс! Очень классно. Щек, так. И меряем кобручку. То есть, тут есть комбинированная техника, да? И валяние, и вязание. Вообще супер! Так, поворачиваемся. И я ей сейчас покажу. Там есть даже язык. Ай, красота какая! Класс! Так. Отлично! Спасибо огромное! Вдохновение! И хороших клиентов щедрых! Всего доброго! Так. Украина вышивана. Схемы для вышивки. Ага, арт белокур. Это картины, написанные красками флоресцентными. Флоресцентными, которые светятся в темноте. Такой специальный полумрак. И мы смотрим. Космос. Альтернативная планета. Альтернативная планета. Так. Есть. Есть даже персонажи альтернативной планеты и украшения. И даже сумки, да, расписанные этими красками. Тоже интересно. А можно еще... О, вот это вот интересный такой формат. Класс! Авторская техника, да? Угу. Авторская техника. Супер. Спасибо огромное. Идем дальше. Идем дальше. Так. Здесь платья. Не забываем, что здесь помимо хендмейд товаров представлены компании, которые работают в текстильной промышленности. Да, вот снова стенд с валяными изделиями, куртки, палантины, пряжа для валяния. Вот, посмотрите, какие шарфики интересные. Угу. Маргеланский шелк и новозеландская шерсть. Вот что получается, когда они встречаются. И я отлично, я с теками заговорила. Движемся дальше. Снова вышивка. Вышиванки очень такие приятные цветовая гамма. Угу. Так, моя кромничка. Смотрите, на это пальто льняное. Просто великолепное. С вышивкой. Здравствуйте. А можете показать пару пальтишек или курточек? Что-то такое оригинальное. Вот пиджак интересный льняной. Я представляю нашу кромничку. Трибунички в Испании Вера Ивановна. Угу. Мы кромники. Да. Мы любим сучастные речи. Очень красивые. Это жакет новой коллекции. Домоткань Энс Бойлок. Домотканная. Ух ты, это вообще. Разом салая Зиганжиева. Угу. Так. А какие у вас даже маски и то симпатичные. Да, да. Это золотое руно. Мы не выбрасываем ничего. Угу. Делаем маски. Маски дышат. Вот это рта. Угу. Так, вот мне интересно пальто. Покажите. Это пальто тоже с этой льняной. Очень красивое. А в какую цену такое пальто? Девять с половиной. Девять с половиной. Домотканная. Ой, тут еще и аппликация. Наши современные, сейчасные врачи. Я могу надеть силой. Да, если можно. Покажите. А это пальто немножко большего размера. Ну, ничего страшного. Просто хочется увидеть. Да. Очень стильно. Очень здорово. Красиво, девочки. Отлично. Пусть у вас все покупают. Хороших вам продаж на выставке. Да. Так. Оксана Мешко. Наша коллега. Коллега, подруга. Оксаночка, привет. Привет. Покажу вам сумки с просто роскошными рисунками, которые создает вот эта вот милая женщина. Благодарю. Своими руками. Посмотрите на эти сумочки. Ну, конечно. С командой. С командой. Ну, идейная вдохновительница. Оксана, сколько лет ты снимаешься в кино, хотела спросить. Сколько лет ты уже делаешь эти вещи? Я помню, мы познакомились. 18. Ну, я помню, что лет 15 назад мы познакомились. И каждый раз к тебе приходят какие-то новые идеи. Как ты себя настраиваешь на вдохновение? Что ты делаешь такого специально? Может, ты что-то для ритуала есть? Может, там чай какой-то специальный пьешь прежде, чем рождается образ какой-то? Ты знаешь, для меня самое главное уделение, чтобы было спокойно, типа, и я могу почтить, и смотреть параллельно, что у меня такое. Знаешь, что у меня такое не мое. Потому что мне приносило бы большой радость. Видите, как даже старый фильм какой-то. Все, что мне приносит радость, у тебя есть. Я тебе желаю побольше вот идей, и находиться в гармонии, и радовать нас своими прекрасными работами. Все, понимаю. Пока, моя хорошая. Так, и что? Смотрим дальше. Вот у нас вышиванки. Опять же, не буду все показывать близко, потому что хочется показать еще работы и другие товары. Вот смотрите, здесь у нас мадам Сопи. Это материалы для изготовления мыла. Журнал «Мамина сонечка». Так. Так, блокноты ручной работы, техника скрабуки. Так, это для девочек-девочек, которым нужно настроиться и сюда какие-то записывать свои мечты, желания в эти блокнотики. Вот мы с вами вместе посмотрим. Дринс, хэппинес, чусь хэппи. И смотрим дальше. Так. А здесь у нас тоже материалы для рукоделия. «Хитросыныця». Хитросыныця. Так. Ткани для вышивки, канва, наборы. Нитки. Так, тоже материалы для рукоделия. Посмотрите, какие роскошные, симпатичные наперстки. А производитель кто этих наперстков? Европейские, да? Очень симпатичные. Сейчас еще вот так покажу. Вот эти вот с фигурками объемными вообще, такие милые. Скажите, а у вас вот рукодельницы покупают наборами или какой-то один себе выбирают? И там подружечкой какой-нибудь. Просто я знаю, что сейчас это популярно, коллекционировать именно наперстки. Ой, какие маленькие ножнички. А для чего они? Вот для вышивки, да? Это вообще миниатюра. Мне просто... Спасибо, хорошего вам дня. Вот тоже есть и схемы для вышивки. Смотрим дальше. Так. Ну, все отлично. Наборы для вышивки по деревянной основе. Узел. Ох. Смотрим. Смотрите. Это уже тренды осени, зимы. Следующий год у нас год. БК. Буйвола. Коровы. Пожалуйста. А вот какие милые домики. Посмотрите. Фонарики. Можно целый город вышить и выставить на подоконнике. Чудесные веночки вышиты. И даже в Хэллоуином есть серия работ. Приходите, выбирайте. Покупайте, радуйте себя. Подарите себе вдохновение. Творческие. Радости. Так. Здесь у нас Скайс Вэллоу. Это такие маленькие заготовочки деревянные для росписи. Можно с детками этим заниматься. Такое медитативное занятие. Можно делать магнитики. Так. Зайкина каморка. Что у них тут интересного? Тоже есть формы для вышивки по дереву. Милые ручки рядом. Привидения. Посмотрите, сколько этих милых ручков. Они все разные. Да. Инструменты. Книги. Причем есть винтажные книги по вышивке. Посмотрите, как много всего интересного. Так. Зайкину каморку ведет на загляните. Так. Декупаж. Заготовки. Салфетки. Есть где повыбирать. Тоже. Тоже.